Ко второму матчу в родных стенах наши девушки подошли с багажом в 4 очка. Футболистки Чайки одни из самых принципиальных соперников Орловской команды. Поэтому заранее было ясно, что легкой прогулкой игра не станет. Так и получилось. Первый тайм вновь прошел под аккомпанемент дождя. И к капризам погоды лучше приспособились гости, уже на девятой минуте открыв счет. Командная игра у нашей команды не клеилась, и как следствие второй гол мы забили себе сами. Тут же Орловчанкам представилась возможность сократить счет, но Ирина Лутошкина с 11-метровой отметки пробила выше. Однако через пару минут все же удалось отквитать один мяч, и на перерыв мы ушли, уступая 1-2. На второй тайм выходили с какой установкой? Выигрывали вы в счете? Нет, бороться до конца, естественно. Не останавливаться, забирать больше, чтобы соперник не забил и не свел игру в ничью или в поражение. Во второй половине гости продолжили борьбу, и как следствие забили третий мяч в наши ворота. А затем и вовсе довели счет до крупного, реализовав пенальти. Осложнило наше и без того тяжелое положение удаление Лилии и Наймушиной. Еще один пенальти в игре гости не забили. А в концовке нам все же удалось уйти от крупного поражения, сделав это в меньшинстве. Тренер дал установку выиграть, и мы ее выполнили. Как вам Орловская команда? Ну, в порядке, такие сильные, соперник хороший, но сегодня им не удалось нас выиграть, увы. Наставник Орловчанок признал, что соперник в этот день был сильнее. Сегодня, в общем-то, ничего не получилось. Соперник превзошел нас по всем показателям. Был быстрее, мобильнее. Что интересно, и в борьбу мы всю проиграли. В общем-то, проиграли по делу. Свой следующий матч наша команда проведет в гостях 16 июля против Белгородской Виктории. Андрей Жиляев и Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.